В Алматы удалось держать рост цен на социально значимые продукты. Все благодаря созданным продовольственным резервам. А вот по стране цены на отдельные виды продуктов питания, в том числе мясо и мясную продукцию, выросли почти на 6%. Подорожали также молочные изделия и фрукты. В чем причина и удается ли удовлетворить потребности рынка в материале аллеи Абитовой? Больше всего с начала года подорожали свежие фрукты. Уровень роста цен составил почти 17%. Следом идет питьевое молоко более 11%. Далее идут мука, хлеб, макаронные, мясные и колбасные изделия. А вот упали цены на следующие товары. Крупы подешевели почти на 15%. А свежие овощи на 5%. Меньший рост цен показывают социально значимые продукты. Для этого ответственные организации ежегодно создают продовольственные резервы, выдают льготы производителям и принимают другие меры. Нами используются два механизма. Первый механизм – это формирование и использование стабилизационного фонда. И второй механизм – это предоставление займов субъектам предпринимательства. По первому механизму в 2023 году нами был законтрактован сахар в объеме 3000 тонн и рис в объеме 1000 тонн. На сегодняшний день проводятся товарные интервенции по сахару-песку. Через торговые сети мы реализуем этот сахар и фиксируем эту цену на полки. Корпорация в этом году планирует закуп дополнительного объема сахара. Объема риса, говорят специалисты, при отсутствии резких колебаний цен на продовольственном рынке, хватит до конца года. Сейчас у компании имеется 28 социальных торговых павильонов с 19 видами наименований продовольствия. В целях стабилизации цен корпорация на еженедельной основе проводит ярмарки выходного дня. На этих ярмарках у нас реализация идет продукции на 10-15% ниже средневерочную по городу Алматы. Это созданы эти ярмарки в целях поддержки как сельхозтоваропроизводителей для сбыта их продукции, так же для стабилизации цен на данные виды продукции. Вот у нас есть еще вот такие альтернативные механизмы. Кроме того, для контроля цен на социально значимые продукты, уполномоченные структуры на постоянной основе осуществляют мониторинг торговых объектов с проведением фото-видео фиксации. При этом обращается внимание и на качество товара. При обнаружении завышенных цен предпринимаются все необходимые меры согласно условиям договора.